Минздрав больше не публикует суточную статистику по коронавирусу. Данные будут обновляться раз в месяц. Это связано со стабилизацией обстановки. По прогнозам специалистов, к осени ситуация с COVID-19 может измениться кардинально. Заболеваемость будет регистрироваться как ОРВИ и грипп. В Беларуси на каникулах трудоустроят 25 тысяч детей и подростков. Желающие могут обратиться в управление по труду, занятости и соцзащите. Необходимо подготовить медсправку, паспорт и документы из учреждения образования. Тем, кому еще пока нет 16-ти, нужно письменное согласие одного из родителей. В стране обновили карту запретов на посещение лесов. Теперь ограничения действуют в 58 регионах. Сейчас без проблем находиться на территории массивов можно только в Витебской области. В Могилевской в Стоплисте по-прежнему Котимские и Костюковичские районы. БелЖД в период майских праздников перевезла более двух миллионов пассажиров. Наиболее востребованными были поезда межрегиональных линий бизнес-класса, которые курсировали между Минском и областными центрами. Накануне вечером на пешеходном Осиповиче взбили троих детей. За рулем находилась девушка. Права она получила полгода назад. Пострадавших госпитализировали. Девочка с 7 лет в реанимацию. Состояние стабильно тяжелое. Жизни старших ребят ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело.